Денис Соловьев Школа специальной войны, оператор боевого дрона Глава 1 Летчики, солдаты, геймеры, как работают операторы БПЛа То, что БПЛа принадлежит будущее в развитии мировых ВВС, также очевидно, как и то, что никаких настоящих беспилотных разведывательных или боевых самолетов пока не существует У каждого БПЛа есть оператор, а во многих случаях и не один И это сочетание человек-машина создает немало проблем и вызывает ряд непростых вопросов Несколько лет назад, учитывая возрастающее значение беспилотной авиации в американских боевых операциях Правительство США учредило медаль за особые боевые заслуги Distinguished Wofer Medal специально для операторов военных БПЛа и специалистов кибервойны Реакция ветеранов настоящих боевых действий последовала незамедлительно, как можно приравнивать к боевым заслугам сидения за экраном компьютера за тысячи миль от тех мест, где грохочут взрывы и стучат автоматные очереди Аргумент был услышан, медаль по-тихому отменили Экипаж робота Это событие очень ярко продемонстрировало двойственность положения человека в дистанционной войне С одной стороны, одна из главных задач БПЛа состоит в том, чтобы не подвергать опасности жизнь пилота, с другой, даже сидя в безопасном месте На командном пункте БПЛа оператор решает вопросы жизни и смерти и зачастую подвергает свою психику серьезным нагрузкам Как на войне Исследования медиков и психологов показывают, что несмотря на удаленность от поля боя, операторы БПЛа могут порой страдать посттравматическим синдромом, подобно ветеранам горячих точек Конечно, человека можно просто исключить из игры К 2030 2035 годам американские ВВС хотят получить полностью автономный робот-автомат, который будет делать все сам без участия человека и даже принимать решения на пуск ракет Однако вполне вероятно, что главным препятствием на пути к появлению такого оружия могут стать не технические проблемы, а вопросы морально-юридического характера Согласно принятой практике ПО Тихий полет Аппаратура рабочего места оператора, помимо функции управления, позволяет формировать и затем вводить на борт БПЛа полетное задание, пополнять банк данных, проводить предполетные тренировки В своей работе операторы взаимодействуют с помощью речевого обмена, а также интерактивного обмена информационными форматами своих многофункциональных дисплеев Для целей управления также прорабатывается использование на шлемных систем целеуказания Мировой опыт эксплуатации беспилотных авиационных комплексов, БАК, оперативно-тактического назначения типа Shadow, Hunter, Hermes, Predator, показал, что наиболее эффективна команда операторов трех специализаций Во-первых, это оператор-пилот БПЛа, тот, кто непосредственно управляет полетом Во-вторых, оператор бортовых целевых нагрузок Он работает с сенсорными системами различного спектрального диапазона круглосуточного применения Они служат для наблюдения поля боя, поиска, обнаружения и идентификации объектов интереса Этот же оператор принимает решения о прицеливании и пуске оружия В-третьих, оператор интеллектуальной поддержки с опытом управления БПЛа, владеющий технологией экспертных систем типа в помощь летчику и имеющий быструю реакцию для принятия решений Рабочие места операторов объединены в локальную вычислительную сеть и строятся на основе многофункциональных мониторов дисплеев Многофункциональных пультов управления, а также ручных органов управления по типу кистевых самолетных ручек с технологией HOTOS, а также флайтстиков Командные пункты БАК оперативно-тактического назначения создаются в мобильном варианте на шасси автомобиля Помимо основного оборудования, пункты также оснащены унифицированными вынесенными терминалами, которые дают дополнительные возможности и гибкость в управлении Одна из проблем – перегрузки операторов полезных нагрузок и интеллектуальной поддержки информации, получаемой с БПЛа, на которую нужно реагировать в реальном времени и объемы которой сегодня растут лавинообразно В том числе, по мере появления на дронах, многоспектральных, многоапертурных бортовых сенсоров АЭС против мастера консоли Однако какой бы сложной и совершенной ни была аппаратура управления, в пилотировании летательного аппарата с Земли есть один нюанс, который можно назвать сенсорным голодом Пилоты говорят, что чувствуют самолет пятой точкой, и это не шутка, ощущение перегрузки дает немало информации об изменении положения лав-пространстве Задействован и слух, звук двигателя тоже весьма информативен Гораздо больше данных получает зрение, пилот может, например, посмотреть в боковое окно самолета Вся эта гамма сенсорных сигналов позволяет пилоту стремительно осознать изменения ситуации и мгновенно среагировать Продолжение следует... Продолжение следует...